Я приветствую каждого зрителя канала «Политбюро». Меня зовут Дина Бернацкая. Мой гость сегодня – Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставке, капитан первого ранга. Гарри, рада вас приветствовать. Ветаю, Ген. Ветаю, Украина. Рада вас приветствовать. Спасибо. Большое, что нашли время. Знаю, Гарри, что вы в Украине, поэтому welcome to Ukraine. Thank you. Glad to be here. Гарри, в сети активно разгоняется теория заговора, согласно которой Вашингтон и Москва якобы близки к неким кулуарным договоренностям по Украине. Слухи такого рода просачиваются на разных уровнях и увязывают их к вылету правительственного ворота из России в США, который по официальной версии должен провести ротацию российских дипломатов, а по неофициальной версии прийти к договоренности. Приводят во внимание несколько причин, почему и Россия, и США готовы идти на переговоры по Украине, без Украины. Первое – это угроза неконтролируемой ядерной эскалации. Второе – это удорожание войны с обеих сторон. Третье – это давление избирательного цикла, как в России, так и в Америке. Ну и четвертая версия – это черный лебедь в виде мятежа, например, в России, который был совсем недавно. Что Вы думаете по этому поводу? Какова вероятность того, что в России и в Америке уже готовы договориться? Ну, я думаю, что это было первоначально так сделано. Договоренности были давно, и я думаю, я не знаю, какие слухи ходят, еще что-то. Я могу только констатировать факты, начинающиеся с 1994-1996 годов, когда был подписан меморандум, Бутапештский меморандум. И с тех пор это продолжается. И такое продолжается как бы сливание или сдача, как у Вас говорят, Украины. Поэтому договоренности были первоначально, когда позвонил тогда вице-президент Байден, нынешний президент Байден, который отвечал за Украину. И сказал тогда исполняющему действия президента Товчину, господин Товчин, не сопротивляться с Крымом. Сегодня, пару дней тому назад, президент Обама высказал, что Крым вообще не было вооруженного захвата в Крыму. Что это все было добровольно, что люди там хотели быть с Россией. Поэтому я думаю, что эти договоренности шли давным-давно, еще когда прислали госпожу Клинтон с кнопкой перезагрузки. Было, 4 года вот этого остановилось. А потом все возобновилось в 21-м году. И вот когда стали войска собираться вокруг украинских границ, российских. Когда сняли санкции сразу же в первый день с России, с северного потока, сразу же забрали деньги, которые были выданы Украине на оборужение. И так далее. Там много чего. Послания, когда они прислали Украину. То есть, понимаете, три дня отдали на существование Украины, предложили президенту бежать. Я думаю, что это все уже тысячу раз говорилось. И я думаю, что уже никаких сомнений не должно быть. Я считаю, что те люди, которые год-полтора года вас убеждали, на вашем канале тоже это происходило постоянно. Где эти все хорошие русские, где все эти КГБшники продолжали вас убеждать, что нет, нет, нет. Вот США все дает. Байдену надо ставить памятник, называть имя. Я думаю, что вот с этих людей надо уже спрашивать, что же произошло. Потому что сегодня мы уже знаем, что США официально выступила с заявлением, то есть, Большая Семерка. Везде США Белый дом сказал, что они донесли до вашего руководства, что во время вот этой смуты в России не использовать эту ситуацию, чтобы дальше не раскачивать лодку, чтобы не создавать, не провоцировать Россию, чтобы дать России не использовать вот эту возможность нестабильности в России, дать России опять стабильность, чтобы они продолжали вас тогда убивать и чтобы вы садились с ними за стол переговоров. Я думаю, уже нету никого, никаких вопросов не должно быть, что такая ситуация создана в том смысле, что вы не должны сейчас, вы не должны сейчас переходить ни в какое там наступление, ни в то, что вам оружие не давали, то, что вот ленд-лис, помните с ленд-лисом, что будет 1 октября, что он вам не нужен, что он вам не выгоден, что он уже идет, что все уже будет, что уже у вас есть F-16 и что вы уже давным-давно перешли в наступление. И вот это вот убаюкивание, уговаривание ваших украинцев, вы виноваты в этом частично, нельзя все сваливать на правительство и власти, потому что, ну, опять же, я мыслю американские головы, у нас не три, а четыре ветви власти – исполнительная, судебная, административная и журналистская. Журналисты – это тоже ветвь власти. У вас на официальном уровне у нас де-факто журналистская ветвь власти – это четвертое. У нас тоже это де-факто, но я имею в виду, что нельзя снимать ответственность с журналистов, которые пропагандировали это, которые выставляли у вас на всех каналах, из всех дыр у вас шла только… Ну, Диана, мы не будем же сейчас спорить, что даже на ваших каналах я пропал. Единственный человек, который американец, и пропал. И стали американцы, которые живут в Америке без года неделя. И вот они стали теперь экспертами в вооруженных силах, в НАТО. Ну, будучи даже по-английски, которые говорят, ну, три слова. А нету этих людей, которые служили в Америке, нету этих людей, которые построили бизнесы, вырастили там всеми, закончили там школы, университеты, и которые хотя бы имели какое-то понятие о Соединенных Штатах. Вот это вот убаюкивание, это вот вам рассказывание, что все хорошо, все здорово. А теперь Соединенные Штаты и Белый Дом говорят, мы вам дали все, что вам нужно было, все, что вам было необходимо, мы вам дали. Переходите, пожалуйста, в наступление. Но если ваше наступление захлебнется, то извините. Вам придется сесть за стол переговоров и договариваться там, где есть. Переходите в наступление, когда уже был дан шанс россиянам создать многоэшалонированную оборону. Тогда в Украине нет превосходства в небе. Да и небо не закрыто. Мое обращение к цивилизованному миру. Почему вчера и позавчера еще гибнут дети в Украине от бомбежек? Почему еще уже полтора года и ваш президент просил сразу же закрыть небо над Украиной? Мы до сих пор просим, Гарри. Например, Израиль отказался нам передавать залезный купол. Мы понимаем, что это не совсем для нашей территории полезно, да, но можно было, например, передать в какую-то другую страну, например, Чехию, а Чехия нам бы передала бы свою, например, ППО. Поэтому мы просим, но нам не дают в том количестве, в котором нужно. Ну, это еще одна вещь, которую я не совсем понимаю, потому что я не совсем понимаю, ну, я никогда не критикую, вы знаете, политику Украины, особенно во время войны, но сейчас уже это тоже очень сложно объяснить, почему Украина так действует, почему так начинается уже разговор у нас, что многие дипломаты, многие послы Украины работают не на Украину, а на Белый дом. И работают на Белый дом. Почему? Потому что вот такие высказывания, потому что вот такой подход. И сейчас израильское правительство, опять же, вызвало посла за его высказывания, которые совершенно не помогают. И большинство из нас согласны. Опять же, если посмотреть на эту картину с другой стороны, ну, во-первых, Израиль – это страна, как вам сказать, это страна, которая, наверное, как там, с размера Киев. Во-первых, у нее нет столько вооружения, она также защищает себя. И она должна защищать себя, потому что Иран вооружается благодаря России. И это и с Россией сейчас никак нельзя ссориться. Израиль – это очень маленькая страна. И кто ее защитит в таком случае? Я никогда не видел, чтобы были какие-то протесты против терроризма в Израиле, в Украине. Я никогда не видел, чтобы Украина говорила, мы поможем Израилю. Даже когда здесь не было войны. Даже несочувствия никакого. Ну, израильтяне к этому, видимо, привыкли. Но тут не совсем… Но тут надо еще понимать, что, смотрите, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки, огромная диаспора, украинская диаспора, или про-украинская диаспора. В Израиле много украинцев, настоящих украинцев, этнических украинцев, которые израильские граждане. То есть они никогда не знали, что у них есть какая-то еврейская кровь. Но когда стало тяжеловато, все стали это изучать. И по израильскому закону, если у тебя одна четверть бабушка или дедушка с какой-то стороны евреи, и ты можешь это доказать, то ты можешь стать гражданином Израиля. Если с маминой стороны, то ты можешь быть еще и евреем с религиозной точки зрения. А если не с маминой стороны, то ты просто можешь стать гражданином Израиля. Так что огромное количество украинцев в Израиле, кто гражданин Израиля, но не евреи. Не считаются евреями, но считаются гражданами. То есть они чрезвычайны. Также много евреев, которые себя чувствуют привязанными к Украине. Господин Блинкин, допустим, помните, как все радовались здесь? У него же дедушка с бабушкой с Украиной. Послушайте, все ажки-носийские евреи, и они все с Украины. Все корни ведут в Украину. Поэтому здесь, поэтому вдруг начинается вот это голосование в ООН. Непонятно зачем, непонятно почему. На стороне Москвы и Белоруссии против Израиля, против США, Польши и всех остальных. Не раз, а два раза. И, конечно же, это усложняет мою работу, всех работ. Точнее говоря, подождите, подождите. У нас и так тяжелая история с Украиной, тяжелое прошлое. А тут еще вот, знаете, пожалуйста. Теперь, опять же, сейчас в Херсоне стоит израильский госпиталь полевой. Они туда поехали. Многие медицинские. Вот эти оружия, про которые вы говорите, железный купол, он вам не подходит. Точно так же, как и меркава вам не подходит. По многим причинам. Я сейчас не буду это все перечать, но даже меркава. Во-первых, у израильтянных самих таких танков мало. Это, опять же, малюсенькая страна. А во-вторых, меркава весит 75 тонн, а советские мосты, то есть то, что у вас, они 55 тонн. Рассчитано на Т-80, ну, может быть, на Т-90. Поэтому все эти разговоры, они лишние. Но что у нас имеется? У нас имеется то, что вот эти МИГи в Чехии, эти же танки советские, в них израильская электроника. И это израильтяне должны разрешить, чтобы вы их получили. Так зачем же сейчас надо вот такие высказывания и воспалять? Это, что Израиль нам не помогает или Израиль ничего не делает. Надо сначала на себя посмотреть. А что Украина сделала, чтобы Израиль помог? Потому что Израиль в такой же опасности, как и Украина от своих соседей. И с Россией надо быть очень-очень аккуратным, Израиль. Но они пытаются все равно договориться с Украиной, что-то сделать. Но вот эти высказывания послов. Почему? Почему это происходит вопрос? Почему задать себе вопрос? Почему это происходит сейчас? Вот в этот момент? Почему не раньше? Почему не позже? Почему вот посол в Израиле украинский выразился таким жестким образом против Израиля? Может быть потому, что израильтяне решили построить тысячу домов на территориях, что называется. То есть земля, которая брошена. Земля, за которую они заплатили деньги арабам. Они пытаются построить там дома. То есть создать что-то. Посадить деревья, создать сады, создать фермы, на которых будут также работать арабы. Но Белый дом в своем стиле Обамы говорит, мы против этого, и мы вам урежем финансирование университетов, если вы это сделаете. То есть сейчас у нас идет очень большое напряжение между Белым домом, опять же, не Конгрессом, не Сенатом, а Белым домом, не Американским народом, а Белым домом, и Израилем. И вдруг Украина берет и выдает такое высказывание. Не пытаетесь ли вы, опять же, подмахнуть нынешнему президенту, который пытается вас посадить за стол переговоров, говоря, что не дестабилизируйте сейчас Россию, оставьте Россию так, как она есть. То есть он, опять же, помогает мне, Украине. Они не говорят, что мы хотим победы Украине. И господин, а Россия пытается спасти Путина, мол, не помогайте Пригожину, никто хотя ему и не помогает. И мы видим также, что господин Плинкин вышел и сказал, что мы дали всю Украину для наступления, мы за то, чтобы Украина освободила всю свою территорию, всю свою территорию, которая была занята с февраля 22-го года. Большинство американцев не заметили, что он сказал, потому что они не знают, что за территория. Когда началась полномасштабная война? Когда началась вообще война. Они считают, что война началась в феврале 22-го года. И поэтому... Понимаете, как прямой намек, что Украина может отвоевать, что дается вооружение столько, сколько нужно для того, чтобы отвоевать границы 22-го года, то есть без Крыма. И Плинкин также сказал, что контрнаступление только началось. Хотя в США СМИ сообщали месяц назад, когда еще украинская власть ничего не говорила о начале контрнаступления, либо о любых других действиях, которые ведутся сейчас на фронте. То в то время в США уже твердили о том, что наши ВСУ пошли в наступление против россиян. Ну и также по СНН передали, что наступление не идет так, как планировалось. То есть оно захлебнулось. И Украине надо искать другие опции для того, чтобы остановить эту войну. То есть садиться за переговоры. Опять же, СНН, ваш любимый, это рупор Белого дома. Точно как и Нью-Йорк Таймс. Причем я был удивлен, даже вот вчера я выступал на израильском телевидении. Они, опять же, цитировали Нью-Йорк Таймс, ту газету, которая доказывала, что Холокоста не было. И так же, как и у вас, все время цитируется или СНН, или Нью-Йорк Таймс, оба рупора Белого дома. И Нью-Йорк Таймс я вообще не понимаю, потому что Нью-Йорк Таймс – это, опять же, та газета, которая доказывала всему миру, что Голодомора нет. А те, которые выступали против этого, она просто уничтожила. Также мы знаем, что в Европейском Союзе сегодня, они говорят, что они не нашли механизма, который бы смог законно передать замороженные российские деньги Украине. Значит, механизм уничтожать Украину они нашли. Я не понимаю, какой механизм, то есть бомбить детей, взрывать дом, быть, топить, травить украинский народ – это механизма они понимают. А вот как замороженные российские деньги передать как раз Украине, чтобы она смогла купить себе оружие, чтобы она смогла себе еще что-то сделать? Вот этого механизма они не нашли. Поэтому, конечно же, я считаю, опять же, вы знаете, что я налетаю на вас частенько, и поэтому меня журналисты, точно так же, как и я, их не хотят со мной сталкиваться. Но я вам благодарен, что вы меня еще иногда предложили. Но понятие есть такое, что тоже все это, это то, что называется общество. И СМИ – это тоже часть общества, которое должно требовать. Вот сейчас у нас, допустим, выступил такой сенатор, сами угадайте, какая партия, из Айдахо, Джан Рыж его зовут. И он сказал, что он требует, чтобы Сенат заставил, а Сенат может, наш Конгресс может заставить президента что-то делать и сдать закон, чтобы президент что-то сделал. Вот он требует сейчас, он сейчас даст запрос в Конгресс, чтобы проголосовали, чтобы дали атакам, чтобы президента заставить дать атакам с Украины. И посмотрим, как это сыграет, потому что, опять же, американский народ и… Такие инициативы были еще ранее, как от республиканцев, так и от демократов. Это еще одна инициатива, еще одно требование к Байдену. Да, вот это последнее, это он выступил в Конгрессе с требованием, чтобы, так как президент не предпринимает никаких действий, так как мы теперь выяснили, вот диаспора Юэль, на которую тоже сыпались очень много шишек из-за того, что они организовывают, это часть нашей команды, организовывают нитинги перед Белым домом, что дали ленд-ликсы, дали оружие больше Украине, и их очень критикуют. Значит, мы все зрады, которые это требовали. Сейчас эти же люди кричат, оружие нет для наступления. Но полтора года они нас проклинали, обзывали даже трампистами, или там еще разными плохими словами. И они дали брифинг в Конгрессе у нас, где очень много конгрессменов не знали. Они думали, что ленд-лис идет, что ленд-лис работает. Понимаете, большинство наших конгрессменов не занимаются с утра до вечера Украины. У них свои штаты, у них свои проблемы, у них у нас экономика рушится. Поэтому им кто-то там сказал, что ленд-лис работает, он президент подписал, все нормально. А почему они думают? А потому что, ну вот, СМИ украинские все говорят, что все идет, все хорошо, мы уже давным-давно наступаем, там одни алкоголики, они бегут. И так далее, и так далее. И эти люди говорят, а, ну раз так, хорошо, они пошли дальше. Так вот, Диаспора Юэя, у них сейчас вышла программа про это на украинском языке, где они рассказывают, как это происходило сейчас у нас в Конгрессе, где они показали, что нет оружия у Украины, недостаточно. И не надо таким образом обманывать и американский народ, и американский Конгресс в том, что Украине всего достаточно, когда сейчас Украину прижмут и скажут, ну все, садитесь за стол, переговоры. Поэтому, конечно же, я думаю, что сегодня уже у тебя должно быть мозгов, как у Белки, если ты думаешь, что Белый дом на стороне Украины, а не пытается спасти путинскую администрацию. Они уже это говорят вам в открытую, уже в открытую говорят. Не создавайте, не воюйте сейчас против России, когда там, чтобы она не дестабилизировалась. Они используют этот момент, что там ядерное оружие, оно расползется и все так вот. Значит, Советский Союз распался, ничего страшного. Ядерное оружие не попало никому другим в руки. Да, все тоже пугали тогда. Я помню, я сам лично занимался этим вопросом и был одним из тех, кто искал красную ртуть, которая ушла из складов ядерного оружия России. Потом выяснилось, через много лет, когда я не нашел, кто передо мной искал, не нашли, кто после меня. Оказывается, что такой вещи вообще нет. Она не существует в природе. Но нам продали это как, что это вот такое есть, и надо это искать, потому что сейчас будет ядерное, заражение, все нет. То, что дамбу взорвали, это заражение, это не важно. Вот надо будет, сейчас пугать будет. Нет, ядерное оружие так не работает. Спросите у любого ядершика. Не работает. Ты не можешь просто взять склад, как они говорили, сейчас Пригожин возьмет склад с ядерным оружием, и бегать с этой бомбой повсюду. Она так не работает. Потянуть за кольцо и кинуть ее в сторону Украины, ненавистной нам всем. Нет, так не работает ядерное оружие. Нужны коды, там много чего нужно. Это не операция, где ты нажал на кнопку, и оно полетело. Нет. Поэтому это тоже такое запугивание всего, чтобы сохранить власть в России. Так что я согласен с тем, что администрация сегодняшнего Белого дома действует в пользу, больше в пользу России, чем Украины. Да, дипломаты должны работать, но, как мы видим, дипломаты тоже что-то в Украине не очень хорошо, думаю, выполняют свою работу. Может быть, им нужно брать пример с военных украинских. Как вы считаете, военный мятеж в Российской Федерации, во главе которого был Пригожин, это произошло по согласованию спецслужб Америки? К этому США имеет отношение? Либо это внутренний заколот Российской Федерации? Дина, вы знаете, я не знаю. Я думаю, что никто не знает этого. Если сейчас будет опять же много слух. Конечно же, я вам могу сейчас рассказать и пойду в лайк. Спецслужбы на официальном уровне говорят о том, что они знали. Некоторые говорят, что знали еще с начала июня. Некоторые утверждают, что знали за два дня и так далее, и тому подобное. Но молчали, ничего не делали, потому что не хотели вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. Ну, конечно, мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации. А зачем мы тогда вмешались во внутренние дела фашистской Германии и стали воевать против них? Я не понимаю, что значит внутренние? Какие могут быть сегодня у России внутренние дела, которые не захватывают весь мир, цивилизованный мир? Это страна-агрессор, она убивает и уничтожает. Мы имеем дело с психом, с диктатором. Что это за такое? Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела России. Это абсолютная глупость, потому что мы вмешиваемся во внутренние дела России, но не вмешиваемся достаточно пока что еще. Но я надеюсь, что в скором мы таки вмешаемся. У меня все еще вот такая есть надежда. Мы также сейчас узнали вот это диаспора Юэй. Я узнал, что ленд-лис первоначально, почему многие конгрессмены думали, что ленд-лис работает и работает, не надо ни о чем волноваться. Ленд-лис идет и идет себе, пока не будет победы. Потому что первоначально закон был предложен, что ленд-лис будет до того момента, пока не будет полной победы у Украины. Так что дать Украине столько, все, что возможно, и как можно быстрее. То есть это упрощенная система передачи оружия, а не денег. Ну не только оружие, протезы, тушенка, носки, все, что необходимо для победы. И у нас такой есть сенат, сенатор Шумер, сами угадаете, от какой партии, который, оказывается, изменил этот закон. И он и сделал его, что он только до 1 октября этого года. То есть 1 октября в этом году этот закон заканчивается, про ленд-лис, а продлевать, я думаю, будет чрезвычайно сложно. Потому что все спросят, а почему они им не пользовались до этого? Если они не пользовались им за полтора года, им не нужно, зачем мы будем еще раз голосовать над этим? И это такой очень грязный трюк, за который расплачиваются... 1 октября, что мы должны сделать на своем уровне, чтобы ленд-лис пошел? Это нужна какая-то программа, правильно, со стороны украинского правительства подавать? Либо как это организовать можно, чтобы не потерять эту возможность? Понимаете, дело все в том, что ваше правительство правда в тяжелой ситуации оказалось. Потому что, по большому счету, она не может идти против Белого дома, потому что они могут их еще больше подвести. Поэтому они должны балансировать свой акт с Белым домом и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Ну и в то же время требовать. Ваш президент довольно-таки часто об этом говорит и требует. Но, видимо, ему также и затыкают, и говорят тому, не рэпайся, сидит. На кого ты там батон крошишь, да? Мы это в Белом доме. Но украинское общество, мы, американцы, которые имеем полное право, вы хотя бы нас не ругайте, вы на нас не плюйте, когда мы ходим в Конгресс, когда мы объясняем, когда мы требуем для вас оружия. Хотя бы нас не обзывайте, не унижайте за это, потому что никто из нас денег за это не получает. Никто из нас на это никакого другого интереса не имеет, в отличие от многих, кто сегодня на всех экранах Украины уже полтора года. Но теперь и также, пожалуйста, продолжайте говорить то, что вы говорили. Потому что памятник и улицы надо переименовать в честь Байдена, потому что Байден спасает Украину, спасал ее полтора года. А теперь эти же люди говорят, что американцы нам не дали оружия. Нет, извините, если вас Байден спасал и давал вам все, что нужно, то теперь говорите, что Байденская администрация вам не дает оружия, а не Америка и американцы. Потому что большинство из нас, практически все русскоязычное население в Соединенных Штатах Америки, а это огромная диаспора, там туда входят и грузины, и армяне, и евреи, и украинцы, и русские многие входят туда, которые рождены, допустим, как сержант Азаркин, русский, насколько я понимаю, этнический человек, он рожден в Киргизстане, он очень за Украину. Поэтому мы как раз принадлежим той партии, на которой не очень хорошо воспринимается в Украине, в СМИ, и голосуем за того бывшего нашего президента, который тоже здесь очень непопулярен, по какой-то причине, но популярен с нами, то есть с русскоязычной диаспорой, которая включает в себя всех, и с украинской диаспорой тоже. Поэтому частенько, если вы зайдете на мой канал, если вы почитаете отзывы на моем канале, многие мне пишут, Гарри, Юра, мы живем в Америке, мы тебя знаем, мы живем много лет, почему украинцы против нас, почему украинцы против нас, они не могут понять, в Израиле тоже, я недавно был в Израиле, они ко мне подходят люди на улицу, в ресторанах, говорят, а почему ты за Украину, а почему украинцы против нас, мы не можем понять, они не могут понять, почему украинцы. Я пытаюсь ему объяснить, что это не украинцы, это не украинский народ. Это вот эти хорошие русские, если вы посмотрите, это вот эти вот продажные СМИ, которые работают на Соровских грантах. И деньги покупают людей, что я могу сказать. Но это стоит жизни, жизни тех же украинцев. Они сегодня воюют за всех, за нас. Когда ты стоишь и это все им объясняешь, то, конечно же, они меняют свой взгляд. Но это чрезвычайно усложняет нашу задачу, решить нашу задачу, чтобы спасти хоть несколько жизней украинских. Привозить раненых украинских. Было сейчас в «Нью-Йорк Таймс», был скандал, что «Нью-Йорк Таймс», оказывается, говорил украинским солдатам, азовцам в основном, закрывать свои нашивки, чтобы их не видели. То есть, когда зачем «Нью-Йорк Таймс» делал? Они прикрывают фашистов, нацистов. И теперь выглядит, что «Нью-Йорк Таймс» прикрывало фашистов и нацистов, а в основном в Украине, значит, за Украину воюют фашисты и нацисты. Мне пришлось попросить одного прекрасного человека, который тяжело раненый, азовец, из Одессы парень, который был в плену, еле выжил, что он пришел ко мне в синагогу во всех своих нашивках и объяснил. И люди ему аплодировали стоя. Не надо, надо говорить правду, не надо пытаться скрыть что-то или ввести людей в заблуждение. В конце концов это всплывет. И теперь они будут говорить, а, Америка нам, оказывается, оружие не давала. Подождите, а вы уже успели памятник поставить Байдену и улицу переименовали? Потому что если вы не успели это сделать, то, может быть, теперь уже не надо. Или все-таки надо, потому что это Америка не дает. Поэтому это, конечно же, очень такие трюки ваши журналистки. И давайте рассмотрим также трюки не только наших журналистов, но и со стороны НАТО 11-12 июля состоится саммит, на котором будет обсуждаться вступление Украины в НАТО. Алексей Резников, министр обороны Украины, сказал, что тот факт, что Украина успешно применяет западную технику против Российской Федерации, является главным аргументом для приглашения в НАТО. По вашему мнению, вступит ли Украина в НАТО? Есть ли у нас шансы для этого? И что нужно для того, чтобы нас взяли туда? Это одна причина окончания войны в Украине? Ну, опять же, я был старшим офицером на двух должностях в НАТО. Мои последние две должности – это были должности в НАТО. Нет, по всем правилам, и я как раз участвовал в Бухаресте в 2008 году, когда мы ожидали, что примут Украину и Грузию в НАТО, но некоторые наши союзники проголосовали против этого, что было для меня, например, не сюрпризом, кто проголосовал против. Опять же, это они сделали для чего? Чтобы поддержать Путина. Это он их попросил так сделать, я думаю. Я думаю, что он попросил. Поэтому нет. На сегодняшний день я думаю, что будут страны, которые проголосуют против, даже если будет такая попытка. Поэтому это на сегодня нереально. И, конечно же, Украине нужно с этими странами как-то наводить мосты, они постоянно их хают за что-то. Я, например, тоже не понимаю, потому что были спасены 11 из ваших воинов в Венгрии, и они сейчас сидят в Венгрии, но из ваших СМИ сыпятся просто одни проклятия туда, потому что к ним нет доступа, еще что-то. Там могут быть, опять же, я занимался военнопленными, могут быть разные договоренности, которые они с вами делиться не могут. Как это? Но это ваши люди, Гарри. Да, это ваши люди. Но вы предпочитаете, что у вас есть такой выбор, что они сейчас в Венгрии в безопасности получают медицину, получают пищу, с ними обходятся, и как с людьми. Они видят своих родственников, которые могут туда прилететь. Гарри, у нас нет информации, что с ними обращаются, как с людьми. У нас нет никакой информации, где они находятся. Спустя какое-то определенное время мы уже узнали, что, как и к чему, какое количество человек. А изначально мы ничего не знали о состоянии их здоровья, где они прибывают, какое количество людей. То есть мы узнали уже по факту, когда об этом заявили в венгерском руководстве. Смотрите, Дина, если бы это были вы, вы бы где сейчас предпочитали находиться? В Венгрии или у русских в плену? Сложный вопрос. Ну почему сложный? В Украине. Нет, у вас такого выбора нет. Вас могут бить и пытать, и убивать, и насиловать в русском плену, или вы можете быть в Венгрии в какой-то церкви. Вот такой выбор. Нет выбора быть в Украине. Я уверен, что эти ребята выбрали бы Украину. Но выбора нет, у них есть выбор. Или они едут в Венгрию и сидят тихо, или они в русском плену остаются. Другого выбора нет. Поэтому это легко рассуждать. Но если это вы или ваш ребёнок, я считаю, я бы предпочёл для своих детей или для себя в Венгрии сидеться, чем быть в русском плену. Почему тогда власть Венгрии ничего нам об этом не сказала? Какова главная цель? Может быть, у них такая договорённость с Россией. И тогда, может быть, Россия ещё отпустит 11 человек. А может быть, ещё одного? Может быть, это стоит? Не согласитесь. Какая-то странная миротворческая миссия. А вы считаете, что война не странная вещь? Война вообще – это убийство людей. Вообще война – это против наших понятий идёт. Это ужас, это кошмар. Но если у тебя есть выбор быть в американском плену или в российском плену, или в советском плену, какой вы выберете плену? Лучше уже быть в американском плену, потому что там есть какие-то правила, какие-то порядки, какая-то защита человеческого достоинства, чем в советском. Поэтому критиковать и налетать на них, я думаю, что не стоит. Особенно, если вы хотите вступить в НАТО. Я к этому веду. Я к этому веду. То есть так же, как с Израилем. Если вы хотите что-то получить от Израиля, если вы хотите попасть в НАТО, вы думаете, Венгрия будет за вас тогда голосовать? Я, наверное, проголосую против. Другие страны тоже есть, многие, которые могут это сделать. Мы видим это, что происходит со Швецией и Турцией. Он говорит, нет, и все. Потому что они делают что-то против нас. Вот так мы не хотим. И это займет года, чтобы их переубедить. Это займет шантаж. То есть мы им не будем продавать оружие, или еще что-то, или еще что-то. Поэтому, пока вы критикуете кого-то, наверное, надо сначала посмотреть на себя. Что я сделаю? Я считаю, что эти 11 военнослужащих украинских, которые, насколько я понимаю, венгерских, этнические венгры, но они украинские солдаты, и никакого отношения это не должно иметь роли играть, они спасены. Заместо того, что они могли бы погибнуть и мучиться в российском плену. Вот, надеюсь, что у венгров есть план на это, и что Россия отпустит еще каких-то ваших солдат из плена венграм, или еще кому-то, используя ту же формулу. Чем больше украинцев будет спасено из русского плена, тем лучше. Каким способом? Это мы будем уже потом рассуждать. Говорю, у нас нет потенции к этим военнослужащим. Мы только за, чтобы люди возвращались, были живы. У нас есть вопросы к венгерскому правительству. Вот почему нас не ставят в известность, что с этими людьми, почему они занимаются обменом пленным, а не Украина и Россия. Гарри, еще одну тему хочу с вами обсудить. Это вопрос к вам. Почему вы не занимаетесь вопросом военно-пленд? Мы занимаемся вопросом обмена пленным. Почему эти 11 были тогда в плену в России? Венгрии. Венгрии их освободили. Они сейчас в Венгрии, где эта страна Европейского Союза, эта страна в НАТО, где очень много обозревателей, где к ним есть доступ к Красному Кресту, где много чего происходит, того, что вы не сможете сделать с Россией. Поэтому по каким способам они это сделали, я считаю, это уже второстепенно. Главное, они спасли эти 11 жизней. Потом будем разбираться. Потом будете разбираться. Или сами тогда освобождайте их как-то. Еще одну тему хочу с вами обсудить. Американский экономист Дэвид Сакс в Твиттер написал пост следующего содержания, с вашего позволения зачту. В течение двух десятилетий американскую общественность уверяли в том, что мы побеждаем в Афганистане. Все эти сообщения оказались ложью, когда афганская армия, которую мы якобы поддерживали, развалилась в течение нескольких дней. В этот момент СМИ перестали сообщать об Афганистане точно так же, как они перестали сообщать об Ираке, вместо того, чтобы привлечь. По вашему мнению, могут ли США поступить с Украиной так же, как ранее поступили с Афганистаном? Смотрите, Дина, что вы подразумеваете под США? Власть. Власть, вот. Эта власть, которая сегодня находится, она так поступила с Афганистаном. Если она так поступила с Афганистаном, а до этого это же власть, потому что давайте не будем кривить душой, это власть Обамы. Мы понимаем, что президент Байден, он не функционирующий президент, он недавно сказал, что Россия проигрывает войну в Ираке. Мог оговориться, конечно, но эти оговорки у него практически постоянно. То есть, эта же власть Обамы предала в Бенгазии своего же посла. И если эта власть предала афганцев, я считаю, что это так и было, то почему она, вы считаете, она не предаст вас? Если вас я обманул, то почему вы считаете, что я не обманул еще кого-нибудь? Если человек лудилет, если вас человек предал, значит, что он предаст вас еще раз. Почему вы считаете, что он не может предать еще кого-то? Доверять в таком случае, я считаю, глупо, просто глупо, но политикам вообще доверять глупо любым. Но если те, которые постоянно врут, а мы знаем, что эта власть предала несколько раз, если мы посмотрим, опять же, сейчас на меня посыпятся все шишки, но я говорю только факты, больше ничего, только факты, что в 75-м году, когда мы уходили из Вьетнама, мы забирали, это мы обычно так делаем, мы забирали всех вьетнамцев, которые с нами служили, которые с нами работали, мы забирали всех их и все их семьи. В сенате было голосование, только один сенатор, молодой сенатор проголосовал против. Гадайте, как его звали. Звали Джо Байтон. Потом, в конце 70-х, в начале 80-х, и это по архиву Владимира Буковского, уважаемого человека, где он получил в 90-е годы архивы из Центрального комитета Коммунистической партии СССР. Документы, где описываются, кто такой Джо Байден, который это наш человек, с которым мы сотрудничаем, который навещает Советский Союз больше и чаще, чем любой другой сенатор, который нам сказал, что ему до одного места советские диссиденты, куда входил мой дядя, что у него главное не это. Но он своему народу должен приехать и сказать, что он да, мы за то, что диссидентов, то, что Россия, в Советском Союзе должны их освободить, но по большому счету он сказал, что нет, ему это до одного места. То есть он предал советских диссидентов. Бенгази, еще один пример. Я считаю, что Украина, это еще один пример. И Афганистан, конечно же, еще один пример предательства. Потому что мы не только там бросили наших союзников и афганцев, включая украинцев. Кстати, украинцы остались. Это рота украинцев, будучи, у них идет война у самих на территории, они остались и спасали там людей. Автобусы посылали. И самолет послали эвакуировать людей. Где наша администрация, опять же, не американцы, потому что у меня тоже есть программа, называется Pineapple Express, где я рассказываю, показываю, как наши спецназовцы, мои братья по оружию, которые уже в отставке, старички, собрались и вернулись в Афганистан спасать своих вот этих переводчиков, спасать всех, кого они там были. Но не только мы их там бросили на явную смерть, наша администрация еще передала списки этих людей Талибану, что, мол, если они захотят приехать, пожалуйста, вы их отпустите. Конечно же, Талибан отпустил их. Мы им дали имена, адреса, все дали, списки людей, которые с нами сотрудничали. Это, если это не предательство. Поэтому, если вы думаете, что вас, конечно, вас тоже предадут. Я считаю, что это уже идет предательство с самого начала, когда они прислали посла сюда. Сказали, если небольшое вторжение, ничего страшного. Да, сняли санкции. Когда увели наш флот из Черного моря, перестали летать наши стратегические бомбардировщики на дворе. Это все, комбинация, это было предложить вашему президенту бросить страну на произвол судьбы и улететь в Америку получить убежище там. Я считаю, что это все предательство. я считаю, что это все предательство. И, власти ради, сейчас США это именно та страна, которая поставляет нам самое большое количество вооружения. Мы понимаем, что этого недостаточно, об этом говорят наши военные, но факт остается фактом. Нет. Тут я тоже с вами не согласен, Дина. Потому что есть такая вещь, которая называется Будапештский меморанд, в котором пишется, что если вы отдадите свое ядерное оружие, подписанты этого меморандума сделают все необходимое для сохранения ваших границ. Все необходимое. Вы считаете, мы сделали все? Нет. Я считаю, что не все, потому что одну вещь, которую мы не сделали, главную, мы не выполнили наш закон. Наш закон, американский закон, не выполнен. закон о Лен-Лисе. То есть дать Украине все необходимое оружие по списку. Поэтому это не мы вас спасаем. Мы вам обещали это делать. Будет ли нам еще вера, если мы так поступили? Будет ли еще кто-нибудь нам доверять или отдавать свое ядерное оружие или еще что-то? Или входить с нами в какие-то договоры? Если сразу явно видно, что, во-первых, мы ничего не сделали, а, во-вторых, постоянно держим Украину под давлением сесть за стол переговоров и все-таки выполнить то, о чем договорился сегодняшняя или предыдущая администрация с администрацией или с Владимиром Путиным, потому что там-то он у нас бесконечно. Поэтому нет. Нельзя все время говорить, ой, спасибо, надо ставить памятник американскому президенту, надо улицу переименовать, он дает нам все, они нам очень сильно помогают. Нет. Потому что американский народ требует от нашей администрации дать вам больше и дать вам то, что мы вам обещали в меморандуме Будапештском, за что вы отдали свое ядерное оружие, а мы этого не выполняем. Поэтому, но, я вам еще хочу одну вещь сказать, я понимаю вашу позицию, я понимаю, что вы не хотите злить американцев, вы благодарны, что они вам все дают, но я не украинец, я американец, я американский налогоплательщик, я отдал все, что я мог своей стране, я имею полное право протестовать перед белым домом, требуя от моего правительства выполнения наших же законов американских, и другие мои соотечественники имеют полное право на это, поэтому, когда в Украине нам говорят, зачем вы трамписты, на Путина работаешь, нет, я даже если не брать Украину в учет, я просто защищаю свои права, я имею право, выполняю, я требую выполнения нашего закона нашим правительством, это то, за что вы сейчас гибнете, вы гибнете за то, чтобы у вас было такое право, чтобы вы могли требовать от своих властей выполнять законы свои, которые ваш парламент принял, то есть вы народ приняли, так что же вы критикуете нас, и говорите некрасивые вещи в нашу сторону, мол, зачем вы это делаете, если мы, как американцы, имеем на это полное право, это то, за что вы гибнете, вот и все. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за то, что верите в Украину, за то, что приезжаете и помогаете нашим военным, для нас это очень важно, мы это чувствуем, мы это оценим. Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставках, капитан первого ранга. Друзья, подписывайтесь на канал Гарри Табаха, ссылку в описании мы оставим ниже, также подписывайтесь, если вы этого еще не сделали на канал Политбюро, для нас это очень важно, пишите вопросы, и мы все читаем и обсуждаем с нашими экспертами. Меня зовут Дина Бернацкая, берегите себя и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok